What's up guys! Перед нами электросамокат KUGA M4 PRO версии 2019 года с батареей 17 Ач. Ну что вы, готовы? Тогда поехали! Самокат имеет мотор-колесо с заявленной мощностью 500 Вт, но по факту самокат разгоняется до 46 км в час при весе райдеров 65 кг. Так что, скорее всего, производитель немного лукавит насчет заявленных значений мощности. По ощущениям, мотор валит на 650 Вт. Оба колеса у самоката камерные, размерностью 10х3,0. Они требуют регулярной подкачки до давления 3,1 бара, иначе заявленные характеристики не будут соответствовать действительности. С завода установлены шоссейные покрышки, но при желании их можно заменить на внедорожные. Кстати, самокат можно использовать и по пересеченной местности, так как здесь установлены пружинные амортизаторы в сочетании с достаточно большими высокопрофильными покрышками. Самокат не только бюджетный, но и достаточно качественно собранный. Все же потенциальным покупателям я бы посоветовал поставить шайбы на ось заднего амортизатора и смазать густой смазкой типа LITOL24 внутренние поверхности кожуха, там где находятся задние пружины. Благо, они достаточно легко разбираются. Также некоторых мелких доработок желает и передняя подвеска. У основания болта внизу резиновые кольца рекомендую поменять на гроверы. Это позволит избавиться от металлического звука отскока пружины при наезде на острые лежачие полицейские, корни деревьев в лесу или торчащие камни. Все же, несмотря на это, я бы не рекомендовал передвигаться по таким маршрутам на самокате, так как рулевая штанга имеет у основания сварной шов, который при такой агрессивной езде по препятствиям начинает со временем получать микротрещины. Перед первым использованием самоката для вашей безопасности и продления срока службы мотор-колеса, я рекомендую поставить следующий параметр бортового компьютера. P09 нужно поставить в положение 01, чтобы избежать нелепых ситуаций, связанных со случайным нажатием на курок при обслуживании включенного самоката или других бытовых ситуаций. Итак, чтобы отключить нулевой старт мотор-колеса, нам нужно попасть в режим разработчика. Для этого одновременно удерживаем кнопку питания и кнопку выбора режима. Мы попали в режим разработчика. Перемещаемся до пункта P09 кнопкой питания. Нажимаем кнопку мод для редактирования. Ждем несколько секунд. P09 должна сохраниться в позиции 1. Между позициями старт и зиро появился логотип нон. Миссия выполнена. При покатушках в дождь с базовой гидроизоляцией перемещаться можно. Разве что не рекомендую попадать в глубокие лужи. Перед покупкой модели с батареей 17 Ач обращайте внимание на размер самой батареи. Она должна полностью заполнять весь отсек деки самоката. Обращаю ваше внимание на то, что в самокате установлены весьма эффективные механические тросиковые дисковые тормоза на обоих колесах. Спереди и сзади. Расположение рукояток тормоза несколько иное, чем на велосипеде. Левая рукоятка задний, правая передний тормоз. Складной руль слегка люфтит, но отвернув примерно на миллиметр шестигранником один из болтов в распорке складного механизма, руль становится полностью монолитным. Вот такой небольшой лайфхак. В темное время суток самокат радует неплохой фарой и разноцветной RGB подсветкой. Задним габаритом, который также работает как стоп-сигнал. Ну что, друзья, сегодня я решил устроить для вас тест-драйв. Я решил побить время Ninebot и S1 на трассе ДДЮД. Устроить для вас тайм-атак? Я знаю, как вы этого хотите. Ну что, вы готовы? Тогда поехали! Итак, наш фирменный гонщик одевает доспехи. Самокат держится на подножке прямо по курсу. Более того, на нем установлены сиденья. В обзоре ничего не сказал про сиденья. И все-таки свершилось. Он снимает самокат с подножки, садится, отталкивается и начинает свой разгон. Где наш оператор? А ну быстро позвали оператора ко мне в студию. Как выяснилось, оператор только что вышел из коронавирусного запоя. Темный райдер движется по стартовой прямой на предельной скорости. Мне показалось, или оператор слегка испугался? Шутки в сторону. Человек на самокате проходит двойной правый поворот мимо будки охранника стоянки. Ни на секунду не отпуская палец курка акселератора. Слегка притормаживает перед медленной шпилькой имени Зеленые Ящерицы. Следом короткий разгон перед левой шпилькой имени Ссадин и Синяков одного большого бегемота. Далее наш гонщик разгоняется по короткой прямой с разбитым дорожным покрытием. О боже, там еще и поворот в конце. Правый? Кажется он назван по имени какого-то местного школьника. Неважно потому, что здесь сильно разбита дорога. При этом нужно аккуратно выйти из последнего поворота под названием Ворунка от Заряда. Набрать максимальную скорость по стартовой прямой и пересечь финишную черту. Я знаю, что вы хотите узнать время круга. Давайте для начала посмотрим онборд. Ворунка от Заряда Ворунка от Заряда Итак, время круга 47,26 секунды. Посмотрим на таблицу рекордов. Поздравляем KUGU M4 PRO. Абсолютный рекордсмен. Ну что, друзья, я добрался до тестового подъема. Зафиксировал самокат на подножке в точке максимального уклона. Телефон лежит на поверхности деки. На нем запущено приложение с датчиком уровня. Показание датчика 12 градусов. Делайте выводы и приступаем к тестированию. Итак, друзья, перед нами электросамокат KUGU M4 PRO. Я немного отъехал от спуска примерно метров на 50 и попробую разогнаться в подъем. Подъем 12 градусов. Посмотрим, на какой скорости самокат сможет в него забраться. Напомним, максимальное напряжение батареи самоката 54 вольта. Самокат полностью заряжен. Смотрим, какая у него скорость подъем. 27, 26, 25, 20, 19. Итак, минимальная отметка 14 км в час. 13, 14. Ну и дальше пошло на увеличение. 13 км в час с небольшого разгона. Сейчас попробуем повторить тест, но уже со стартом с места. 70 кг сегодня мой вес. Вот для примера посмотрим, какая скорость будет на спуске. 51 км в час ограничивает электроника у самоката. Так, спустились. Сейчас подъедем поближе к спуску. Вот, около вот этой тени, получается, мы уже будем двигаться в подъем. Даже самокат немножко назад откатывается. Итак, 3, 2, 1. Поехали. Тот же самый 12-ти градусный подъем. Так, скорость пока нарастает. 21, 19, 18, 17, 14, 13, 12. Итак, ниже 12 км в час просадки по скорости на подъеме не было. Попробуем еще третий тест. Прямо на самом подъеме попробовать стартовать. Итак, вот я спустился. Попробуем прям на самом-на самом таком склоне встать. Примерно там, где я показал, сколько градусов уклона. Так, 3, 2, 1. Поехали. Так, тяжело трогается самокат. 8, 9, 8. 8 км в час, но самокат уверенно везет меня вверх. Даже немножко смог разогнаться до 10 км в час. Двигатель воет, но все-таки вывозит меня, 70-килограммового. Ну что ж, вот такой вот был тест. Посмотрим, насколько ограничена максимальная скорость у данного электросамоката при спуске с горы. Ну и полюбуемся местными красотами. Прямо в движении завел самокат, установил третью скорость. И погнал! Уже 43, 45, 46. Здесь у нас такое небольшое плато. 46, 48. 51, вот его потолок. Выше не хочет. Я прям почувствовал, как самокат немножко тормозил двигателем. Практически как на мотоцикле, блин. Так, кто-то тут мусор оставил. Прям дух захватывает от такой скорости по такой узкой дорожке. На таких маленьких колесах, да еще и сидя. Небольшой подъем мы сходу преодолеем сейчас. Сейчас скорость 39 км в час, просадка до 32, даже до 29. И сейчас снова на спуск. Помни, как на велосипеде я тут мучился, в подъем забирался. Конечно, это хорошая физическая тренировка, но сейчас со спуска электроника снова ограничила мое движение в 51 км в час. Сейчас я двигаюсь по уравнению 43, 45. Сейчас по песку поворачиваю направо, посмотрим, как себя на данном участке поведет самокат. 34 км в час была максимальная просадка на таком небольшом подъеме. Миновали бревно. Едем дальше. В воздухе запахло хип-хапом. 46. Какая красота, друзья, вот так вот кататься, таким дорожкам. Правда, единственное, что мешают, вот эти бревна, которые внезапно попадаются на дороге. Что-то все закидали, видимо. Не любят люди, когда тут гоняют. Привет велосипедисту. Не пойму, зачем тут такие бревна накиданы. Лишь бы не упасть еще, не врезаться. Блин, решили мне задачу усложниться. Что ж происходит-то такое? Так что, друзья, на такой технике никогда не катайтесь, если у вас плохое зрение. Сейчас мы въехали в жилую зону, чтобы добраться до велодорожки. Небольшой тест подвески. Стоковый амортизатор немножко пробивает, но ничего страшного. Это звуки движения подвески на отскок. Предстоят небольшие доработки. А вот здесь, что интересно на этом маршруте, такие скрытые лежачие полицейские иногда попадаются. Не всегда видно. Особенно, когда контрастное освещение. Хорошо вот ездить в мотошлеме, ты можешь вообще не бояться ничего. Единственное, что травмы рук возможны. Желательно наколенники иметь при себе и налокотники. Я слышу двигатель двухтактный. Скорее всего, это бензопила. Снова в подъем 10 км в час. Серьезный уклон. Градусов 12. Нам скидку, так сказать. Снова лежаки. Причем серьезные такие. Я даже не стал его объезжать. Все ради теста подвески. Так, снова лежак. Комфортно с таким сиденьем преодолевать такие препятствия. Сейчас у нас щебенка. Мелко зернистая. Посмотрим, как тут себя ведет самокат. Да как по асфальту прям. Комфорт комфорта. Шикарно, друзья. Шикарно. Привлечем внимание местных жителей своими сигналами. Так, мы почти добрались до велодорожки. Смотрим, никого. Какой ветер сегодня серьезный. Прямо слышу, как свистит у меня за шлемом воздух. Аэродинамика наездника весьма важна в данных условиях. А мы продолжаем движение. Преодолели лежачие полицейские. Подвеску почти не пробивает. Ее можно еще ослабить. Но, наверное, она будет слишком мягкая. Спасибо. А мы с вами продолжаем движение. И уже приехали к велодорожке. Попробую для вас записать супер-мега-контент. Я давно этого ждал. Вот, с этой точки начинается велодорожка. Построенная в прошлом году. Здесь у нас ночное освещение. Третья скорость. Я уже достиг 46. километров в час. Вот это прямо стихия для любого электросамоката. Вот такие вот ровные поверхности. Мне немножко помешали. Едем дальше. Преодолели небольшой подъем. В данный момент скорость по спидометру самоката 40 километров в час. Что же вы все по встречке-то едете? 43-45. Потолок его максимальной скорости. Встречный ветер немножко сбивает меня. а также небольшие подъемы. Мешают самокату разогнаться до предела. Какой же жесткий встречный ветер. Прямо я аж чувствую на себе, как он меня тормозит. С моей высокой парусностью. Сейчас я выйду навстречку. Осторожно, осторожно. Сумасшедший гонщик. В данный момент 42 километра в час. 43. Бай-бай, велосипедисты. У меня скорость 45 километров в час. И я даже не кручу педали. У меня их просто нет. У меня электротяга. Сидишь себе на амортизированном сидении и летишь со скоростью 45. Зачем пешеходы ходят по велодорожке мне непонятно, так как есть еще нормальная дорожка для пешеходов слева от меня. Велосипедисты в шоке от моего внешнего вида. Но это все ради вас, друзья. Я записываю контент. 46 километров в час, а я еду по велодорожке, усыпанной шишками. Уверена, мягко едет самокат. Ничего не скачет. Резина в прекрасном состоянии. Давление 3 бара. Как раз для моего веса в 70 килограмм. Уверенно обгоняю велосипедистов, которые отдыхают. В принципе, с такой мощностью я могу в легкую соперничать с шоссерами на шоссейных велосипедах. Даже, в принципе, с какими-нибудь тренированными марафонцами. Итак, осторожно, дети на дороге. А мы с вами продолжаем движение. Так, осторожно, осторожно. Какой же ветер встречный. Прям чувствую на себе эту парусность. Ну все, мы уже в центральном районе. Добрались до пункта назначения. Люди на сети Кока гоняют. Вот прямо 2020 год чувствую себя в центре этой движухи. А у нас закончилась велодорожка. Поэтому тест на сегодня завершен. Подводим итоги. В целом, самокат мне очень понравился. Отзывчивое управление, устойчиво держит курс, имеет комфортное сидение и приличный запас хода. На одном заряде можно кататься хоть целый день. Персональный рекорд 52 километра. Это еще не предел. Конечно, я добился такого результата почти не включая третий режим скорости. Но и второго режима вполне достаточно для поддержания оптимального баланса между скоростью и запасом хода. А сколько вы максимально проезжали на одном заряде? Пишите в комментариях. А также не забывайте подписываться на канал. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok